Сегодня моргорода Юрий Гришан проверил подготовку четырех школ к новому учебному сезону. Сейчас, когда все экзамены сданы, а площадки для школьников прекратили свою деятельность, самое время начать ремонтировать учебные учреждения. Это 29-я школа, где губернатор выделил деньги на ремонт окон, фасада, межпанельных швов. Это экологи-биологический лицей. Там мы осваиваем деньги в рамках программы «Столица». На одном объекте 196 окон, на втором 168. Глава муниципалитета выразил опасения по поводу седьмой школы. Тендер выиграл подрядчик из Новокузнецка. Несмотря на то, что он снизил цену контракта на 2 миллиона рублей, опасения небезосновательны. За оставшееся время специалист может не успеть выполнить всю работу. Школу нужно сдать 15 августа. А поскольку изготавливать окна планируют не в Магадане, доставка может занять больше времени. И так как подрядчик сейчас не в областном центре, градоначальник связался с ним по телефону, чтобы уточнить некоторые вопросы. Я вас спрашиваю, вы сможете нам сделать так, чтобы мы 15 августа были с окнами в Магадане? Да у нас контракт, по-моему, я работаю до 28 августа. Контракт? До 28 августа у нас такого с окнами. А до 28 августа вы сделаете 100% без разговора, да? Ну, я думаю, да. Однако в целом процесс подготовки в седьмой школе идет очень хорошо. Там уже полностью заменили кухонное оборудование, столы, стулья, а еще произвели покраску в некоторых помещениях. В английской гимназии, которую также посетил мэр, выполнены практически все работы по главному фасаду. Поэтому теперь в школе будет теплее и комфортнее. Все идет по плану. Уже сделано 16 окон на втором этаже. И в следующем году также планируются работы по ремонту кровли. Я думаю, что к 15 числу в основном школы будут готовы. И мы составим график таким образом, чтобы с 15 по 18 все наши школы были готовы к приемке, которую будет комиссионно осуществлять Роспотребнадзор, пожарные, инспекция, органы правопорядка, служба безопасности. Мы должны сделать школы безопасными для учебного процесса и комфортными. На территории региона свою активную деятельность продолжает оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Главная задача ее проведения – это предупреждение и пресечение фактов браконьерства. Совсем недавно сотрудники полиции поймали с поличным одного из таких нарушителей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлен факт незаконной добычи водных и биологических ресурсов 39-летним жителям поселка Армань Ольского городского округа. Совместно с бойцами СОБР регионального управления Росгвардии гражданин был задержан. В его автомобиле полицейские обнаружили 92 хвоста горбуши, ставную сеть и надувную лодку. Все это впоследствии было изъято. И сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Согласно статье 256, часть 1 УК РФ, подобные нарушения наказываются штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет. Мэр Магадана Юрий Гришан проверил, как идет строительство водовода. В областном центре продолжают работать над новым объектом водоснабжения. Проведут его от мощных складов до микрорайона Пионерный. Протяженность более трех километров. В последнюю неделю шли сильные дожди, поэтому подготовленная ранее траншея заполнилась водой. Сейчас дополнительная работа появляется у подрядчика. Но, тем не менее, мы сейчас обсудили вопросы, чтобы наверстать график. И вот эти остановки, которые были в дни непогоды, они были наверстаны с тем, чтобы плановое задание, которое есть на июль месяц, оно в полном объеме было выполнено. Я буду сюда приезжать еженедельно, потому что вопрос от не только чистой воды, но и вообще надежного водоснабжения микрорайона Солнечный. Если посмотреть на ту трубу, которую они меняют, то вы увидите, что в любой момент мы можем оставить микрорайон Солнечный без воды. За четыре дня специалисты должны решить все проблемы, которые создала непогода. Как отметил городоначальник, объект находится на повышенном контроле. Строительство начали еще в прошлом году, поскольку старый водовод отслужил более 60 лет. И, по словам экспертов, обеспечивать хорошей питьевой водой население уже не может. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Подозреваемого в убийстве женщины задержали. Следователи региона продолжают расследование уголовного дела по факту убийства жительницы областного центра. 11 июля 2021 года в доме по улице Портовой обнаружили Магаданку с множественными телесными повреждениями. У себя в квартире и по месту жительства в жилом доме на улице Портовой в городе Магадане обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту, следственным отделом по городу Магадану СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе судебно-медицинского исследования на теле погибшей женщины зафиксировано более 70 телесных повреждений и травматических воздействий. Личность подозреваемого установили. Мужчину задержали. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Начался прием заявлений на единовременную выплату школьникам. Деньги смогут получить те семьи, у которых есть дети от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позднее, чем 1 сентября, а 18 – не раньше 2 июля. Для того, чтобы получить выплату, нужно подать заявление. В личных кабинетах магаданцев на портале Госуслуг уже начали появляться заполненные формы. Родителям нужно лишь убедиться в правильности данных. Сейчас семье обязательно нужно внимательнейшим образом проанализировать информацию, которая к ним поступила от Минцифры, буквально прям по точкам. И особо внимательно нужно посмотреть на реквизиты счета, потому что это самая часто случающаяся ошибка и проблема в наших взаимоотношениях. Мы получаем документ, человеку принимаем решение на выплату, отправляем деньги, и они возвращаются. Чтобы такого не происходило, очень желательно внимательно посмотреть все, что есть на счете. Сумма – 10 тысяч рублей. Если в семье несколько детей указанного возраста, то выплата будет произведена на каждого ребенка. Эти деньги, когда хоть семье не учитывают при предоставлении иных мер социальной поддержки. Единовременная выплата будет зачисляться на карты всех платежных систем и на банковские вклады. По данным ПФР, на такую льготу имеют право около 26 тысяч юных колымчан. Повышение возраста выхода на пенсию продлится до 2028 года. Мужчины будут выходить на страховую пенсию по старости в 65 лет, женщины в 60. Но если они не менее 15 лет отработают на Колыме и будут иметь страховой стаж не менее 25 лет у мужчин, 20 у женщин, то у них появится право выйти на пенсию на 5 лет раньше указанного возраста. Для женщин, родивших двух и более детей и имеющих не менее 12 лет работы на Севере и 20 лет страхового стажа, возраст выхода на пенсию остается прежним – 50 лет. С июля по декабрь этого года колымчане могут обратиться за назначением пенсии, если им исполнится 56 лет и 6 месяцев мужчинам и 51 год и 6 месяцев женщинам. Избирком Колымы и МФЦ подписали соглашение о сотрудничестве. Каждый гражданин России имеет право проголосовать на выборах, даже если человек находится в отпуске или командировке, то есть в регионе, где у него нет прописки. Для этого ему необходимо подать соответствующее заявление о выборе избирательного участка. И здесь на помощь приходит многофункциональный центр. Он имеет возможность выбрать любой избирательный участок на территории страны, включая и Магаданскую область. И мы традиционно используем четыре основных канала, по которым такие заявления поступают к нам. Мы избирателя включаем в список избирателей, и он исключается у себя на родине, на малой. Это какие каналы у нас? Единый портал государственных услуг, территориальные избирательные комиссии и, безусловно, многофункциональные центры. Подать заявление можно будет со 2 августа по 10 сентября. Прием в центре проходит только по предварительной записи. Обратиться нужно в колл-центр или подать заявление через сайт. Выбрать удобное время для визита. Так почему же заключили договор именно с МФЦ? Уже традиционно сложилось, что МФЦ самая удачная точка приема. Во-первых, это связано с режимом работы. Ни один орган власти не работает в таком режиме, как мы работаем. Соответственно, это удобство для граждан. С избирательной комиссией, как Николай Николаевич говорил, мы сотрудничаем очень давно. Процесс нам понятен, налажен, отработан. И такая возможность у нас организована не только в Магадане, но и на территории наших структурных подразделений, на территории ОПЦ. Продолжение следует...